Ставки есть, а денег не было, нет и не будет. В скандально известной областной туберкулезной больнице оказались открытыми 11 вакансий младших медсестер. Но на них не устроено ни одного сотрудника, а ухаживать за больными приходится уборщицам. Зачем нужны такие махинации и почему начальство не хочет принимать сотрудников для ухода за больными? Наш корреспондент Иван Абросимов побывал на очередном судебном заседании и знает подробности. Об этой истории мы уже писали. Руководство областной туберкулезной больницы создало кабальные условия в отдельно взятом отделении. Санитарок лишили всех льгот и отправили на минимальные ставки уборщицами. Правда от обязанностей по смене подгузников, кормлению и мытью тяжелобольных так и не освободили. За труд платят поминутно. Вы на сутки плюс 10 минут работы медсестрой по совместительству. Начальство заявляло, платить нормальную зарплату не могут, нет бюджета. При этом в больнице открыто больше десятка вакансий для младших медсестер. Тогда, возможно, от них нужно как отказаться? Нет. Они должны быть. Мы медицинское учреждение. И вдруг будет много больных, за которым нужен уход. А переводить нас все-таки не хотят? Финансирование в любом случае, раз эти ставки выделены, финансирование должно быть в любом случае. Махинации с трудоустройством санитарок вскрылись в суде. С заявлением обратились сотрудницы, которые требовали вернуть надбавки за вредность и переработки. В физиатрическом отделении лежат тяжелые больные с открытой формой туберкулеза. И риск заразиться постоянный. Судья потребовал от руководства больницы предоставить штатное расписание и фактический список работников. Как выяснилось, 8 человек выполняют обязанности за 15 уборщиц и 11 медсестер. Такую, мягко говоря, странную ситуацию исполняющий обязанности главврача комментировать наотрез отказался. Зато главврач считает себя вправе оказывать давление на журналистов и устраивать психологический террор в отношении сотрудников. В адрес 31 канала пришло письмо с требованием назвать тех, кто обратился в редакцию. После наших репортажей в больнице провели внутреннее расследование, чтобы выявить нелояльных работников. Санитарок физиатрического отделения запугали настолько, что они отказались от присутствия СМИ в зале суда. На нас было оказано давление, что мы просто так объяснительную заставляли писать, что ссылаясь на то, что если, видимо, хотели прицепиться к тому, чтобы это административное правонарушение. Сейчас мы вообще подписали приказ о том, что мы вообще не имеем права проводить ни видео, ни теле, ни съемки, ни фото, а не разглашение вообще. Если поведение оптимизаторов медицины и санитарок можно объяснить, то вот позиция профсоюза просто обескураживает. На суде представители организации медработников заявили, что не видят нарушений и согласились с мнением руководства больницы, дополнительных льгот для санитарок не нужно. Поминутная оплата ухода за тяжелыми пациентами – это норма. Но пока точку в судебном процессе ставить рано. Рассмотрение дела перенесли на следующую неделю. Иван Абросимов, Роман Поротиков, 31 канал.